В наступившем году Россию ждет новый таможенный кодекс изменения налоговой системы выборы президента. Но сейчас подведем итоги самых значимых событий для Магадана. В 2017 в областном центре прошли десятки мероприятий, собравших не только колымчан, но и гостей из других регионов страны и зарубежья. Россия, Китай, Чехия и Австралия. Более 300 представителей этих стран собрались в этом году в Магадане. Майникс Дальний Восток 2017 стал самым крупным за историю своего проведения. Полсотни проектов, рекордное количество инвесторов и многомиллионные контракты. По словам участников, у России, а в частности Колымы, большое будущее в сфере золотодобычи. Данное мероприятие обязательно усилит совместное понимание между двумя государствами, чтобы люди создали еще глубокие дружбы. Еще одно яркое событие – старательский фарт. В этом году за главный приз боролись 78 участников со всей страны. Удача улыбнулась пенсионеру из Магадана. Он побил рекорд и намыл почти 2,5 грамма золота. Ну, два года присматривался, а потом популярность растет как бы. Почему бы не попробовать? Достаточно открыть интернет и посмотреть. На видео-то показывали, и даже отдувку показывали, какое оно там показывали. Там все есть. Запуск Наталкинского ГОКа – золотой прорыв не только для региона, но и для всей страны. В честь этого открытия в областном центре прошел фестиваль современного искусства «Территория», спектакли, выставки, мастер-классы и творческие встречи. На четыре дня Магадан превратился в настоящий культурный центр Дальнего Востока. Магадан, сон, жизнь опять домой, выставки, волшебный сон, Магадан, солнце, холодный сон, Я, как он сам люблю, Магадан! Полное переоснащение и модернизация онкологической службы Магадана. Вот чего ждали несколько лет медики и жители областного центра. Новые томографы, гамма-камеры и лучевое оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей привезли в радиологический корпус. Оно позволит диагностировать и лечить быстрее и эффективнее. У нас огромное будущее перед нами. И этот ключ, он не только к этому зданию, он к этому оборудованию. И еще мне хотелось бы сказать, что несмотря на то, что мы уже в последнее время насыщаемся вот этим техникой современной, медицинским оборудованием, никогда не нужно забывать и о тех наших людях, и об отношении просто к человеку. В 2017-й в России посвятили экологии. Месячник чистоты, многочисленные субботники, работа экологических отрядов. Сотни магаданцев вышли на борьбу с мусором еще в начале лета. Чистота – это когда никто не мусорит. И вот если кто-то помусорит, вот надо сделать какое-то замечание, ну, чтобы не мусорили больше. Экология – это чистота. Как отметил Владимир Путин, развитие Дальнего Востока – это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентоспособности России. В рамках федеральной целевой программы практически полностью завершили реконструкцию причала в Магаданском морском порту. Старые износились настолько, что использовать новое современное оборудование, например, колесные краны, было невозможно. Теперь обновленный морпорт сможет увеличить грузооборот и сократить время поставок. Мы выделили миллиард 127 миллионов рублей, которые начали осваивать в 2014 году путем проведения инженерных геологических изысканий, грунтов и так далее. После чего были произведены проектирования и строительно-монтажные работы, по факту, начались в текущем году. Одним словом, 2017-й был для Магадана годом начинаний, свершений и надежд. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Итоги года. Субтитры создавал DimaTorzok